Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы мы не просто говорили красивые слова. Например, сначала мы говорим «умный дом», потом нам кажется этого мало. Уже в России построено 30 умных домов. Это статистика. Русский язык очень простой. Если 30 домов умных, значит все остальные не совсем. Мы теперь и говорим «умные города». Статистики пока не знаю. Я хочу сказать одно. За каждым умным словом должен быть смысл. И еще одна беда. Вот мы сейчас говорим еще одно умное слово «цифра». Это очень страшное слово. Извините, приведу пример из выступления нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ведь мы все хорошо запомнили цифру. И чиновники, и строители, и архитекторы. 120 миллионов квадратных метров в год. А сколько им было сказано замечательных слов. Про развитие сельских мест. Про развитие национальных окраин. Про малые города. Про исторические. Но как это измерить? И мы теперь все будем добиваться 120 миллионов в год. Поэтому в своем приветствии я скажу одно. Если здесь в зале архитекторы, представители-строители для науки, бизнес, экономисты, давайте помнить о том, что столь про цифры должна отражать идею и ее достижения. Это помощник нам с вами в нашей непростой работы. хороших, хороших вам дней. Дамы и господа, приветственное слово передается Шубину Игорю Любимовичу, директору НИСФ РААСН. Уважаемые коллеги, я хочу зачитать приветственное письмо, которое направил заместитель министра Минстроя Российской Федерации Волков Дмитрий Анатольевич в адрес нашего сегодняшнего мероприятия. Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на ежегодном всероссийском практическом семинаре «Городостроительная деятельность» и форума по цифровизации строительства. Проведение мероприятия в Центре цифрового лидерства САП является знаковым событием. Мы живем в век четвертой промышленной революции и цифровой эры в строительстве. Большие данные, интернет-вещей, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, информационное моделирование строительства это уже не будет. Архитектор и инженер это специалист, который в обязательном порядке должен обладать цифровыми компетенциями. И именно поэтому первый день семинара посвящен вопросу цифровизации. В последующие три дня вас ждут выступления представителей министерств, ведомств, экспертов и ученых. На семинаре будут рассмотрены важные вопросы для руководителей и специалистов строительной отрасли. Практика и перспективы развития территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, комплексного и устойчивого развития территорий и земельных отношений, охрана памятников архитектуры и градостроительства. Приглашаю вас к диалогу и активности. Ждем от вас предложений по совершенствованию и проблемным вопросам градостроительной деятельности. Желаю вам интересной, полезной и трудной работы. Заместитель министра Министровья Российской Федерации Волков Дмитрий Анатольевич. От себя хочу добавить. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие принесет пользу каждому участнику. Позволит повысить свои профессиональные навыки. Найти новые пути и возможности для развития экономики страны. Стать настоящими профессионалами своего дела. Спасибо за внимание. Слово передается сопредседателю Совета Торговой и Промышленной Палаты Российской Федерации по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герману Сергеевичу Клименко. Добрый день, коллеги. Данный форум проходит в рамках отраслевых форумов, которые организует Фонд развития. Мы начали в свое время с московского цифрового форума. В начале года собрали 4000 делегатов. Потом у нас был медицинский форум. В апреле совместно с Сеченовским университетом и Министерством здравоохранения. И вот мы добрались до строительства. Я представляю, в общем-то, индустрию, называемую там Яндекс, Рамблер, Мэйл. И мы пытаемся внедрить наши технологии в разные отрасли народного хозяйства. Когда 4 года назад я начал в Институте развития интернета заниматься цифровизацией, тогда все это звучало крайне дико. Интернет. Мы придумали фразу «Интернет плюс экономика», создали тоже серию форумов. Это было 4 года назад. И меня всегда спрашивали, а что такое медицина? Ну, у обычного человека, вот мы сейчас перед форумом здесь сидели, общались, цифровизация, ну, вот самый простой пример – это Яндекс. Это Яндекс.Такси. Вот, и вот оно все как-то вот идет, да? То есть при этом кто-то приводит это в хорошем смысле, кто-то в плохом. Тем не менее, вся Москва и вся страна ездят действительно. В конце концов, перестали звонить и заказывать, иметь там девушек, которые нам дают такси побыстрее. Очень важно, что за 4 года мы смогли превратить тему… И меня спрашивали, вот у меня в Фейсбуке вчера, меня все спрашивали, ехидно причем, а где цифра в строительстве, да? У человека со стороны, типа меня, строительство – это джамшут, да? То есть все, кто строил, как его цифровизать, никто не знает. На самом деле, этот диалог полностью однозначен тому, что был 4 года назад с медициной. Прошло 4 года, вчера Google отчитался, что рак легкого, диагностика рака легких лучше, чем у рентгенологов. Да, по большому счету, это не значит, что мы заняли нишу рентгенологов. Это значит, что мы освободили их излишней работы, мы улучшили диагностику и дали доступ к разным вещам. Строительство для нас терроинкогнито. Это одна из самых сложных отраслей. Мы, ну вот кто ездит за рубеж, и кто пытался пользоваться зарубежными банками, ну вот я сам пытался, искренне могу сказать, что нет ничего лучше. Даже наш зелененький банк, не знаю, можно ли все употреблять или нет, то есть он вершина, да? Хотя у нас есть еще несколько вершин, типа там желтенького, красненького, да? Вот мы действительно неплохо выглядим, да? Мы неплохо выглядим в СМИ, наши медиа совершенно прекрасны, да? Я вижу, это образование и строительство. Причем если сообществом без ваших компетенций, без ваших возможностей, совершенно невозможно ничего сделать. А государство пытается обратить на это внимание, и вот хочу прообегировать к вам, что действительно, когда государство начинает чем-то заниматься, иногда это страшно становится, да? Потому что сейчас государство улетело с цифровизацией, и все дружно туда ринулись. И не только мы, но и все пытаются в этом направлении что-то двигать и наращиваться. И мне очень приятно, когда в выступлениях чиновников уже звучат слова VR, интернет, но иногда это и пугает, потому что надо иметь в виду, что есть два типа компетенций, наш и ваш. Только с их объединением получается какой-то результат. Мы попытались скомпоновать этот форум таким образом, чтобы можно было бы по всем узловым точкам строительства пройти и найти то, что можно цифровизовать, то, что можно ускорить, то и сделать. Мы готовы предоставить наши технологии и готовы с вашими компетенциями вместе идти вперед. В конце будет достаточно занятная пич-сессия. Мы посмотрели разные проекты, создали магазин цифровых решений, поэтому мы пытаемся идти к вам навстречу. Вот мы с каждой индустрией, вот я говорил, что когда занимался медициной, я выучил медицинские слова, да? Я знаю, медики просто радуются, когда употребляют слова, там, диабетическая ретинопатия, сегменты ядерные, юзинофилы, много разных хороших слов. Я готов выучить ваши слова, чтобы с вами разговаривать, чтобы вы нам доверяли. Вот то же самое, ну и мы попытаемся попроще рассказать про нас. Я желаю хорошего форума, общайтесь, коммуницируйте, здесь и представители нашей индустрии, да? Хотелось бы, чтобы мы смогли сделать то, что сделали в других индустриях, и весьма, чтобы мы, в конце концов, приводили в пример не только такси, которое у всех навязло в зубах, но и, например, в умный дом, да? Ну, какой-нибудь модельный сделать, в конце концов, человеческий, чтобы и вас устраивало, нас тоже, и там еще можно было жить. Спасибо, удачного форума. С приветствием на сцену приглашается член Совета Фонда по развитию цифровой экономики Черешнев Максим Андреевич. Доброе утро, дорогие друзья. Позвольте мне пригласить всех участников нашего сегодняшнего пленарного заседания. На сцену приглашается Кузьмин Александр Викторович, президент Российской Академии архитектуры и строительных наук. Зыкова Надежда Николаевна, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Егорова Марина Николаевна, заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы. Щиков Алексей Александрович, эксперт сереби-моделирования НИС ФРАСН. Наринский Дмитрий Михайлович, вице-президент Союза архитекторов России. И Бачурина Светлана Самойловна, с которой мы сегодня будем модерировать наше пленарное заседание. Ответственный секретарь экспертного совета по строительству, промышленности и строительных материалов и проблемам долевого строительства Комитета Государственной Думы. Дорогие друзья, приятно видеть сегодня полный зал на такой сложной теме, как цифровизация строительной отрасли. Хочу сказать, что мы как фонд развития цифровой экономики участвуем в цифровизации всех отраслей промышленности. И по каждой из них проводится такое событие, где заказчики отрасли могут встретиться с теми, кто цифровизует стартапы, новые технологичные решения. И сегодня такая уникальная возможность. Приятно, что программа «Цифровая экономика» правительства Российской Федерации получает воплощение в таком активном и живом участии всей отрасли. Захаров Владимир Михайлович, директор АСКОН по промышленному и гражданскому строительству. Манин Петр Андреевич, технический директор Автодеск по России и СНГ. И Дубовицкий Николай Алексеевич, генеральный директор Бентли Системс. Цифровизация, все-таки основная задача цифровизации – это повышение эффективности деятельности отрасли. Сегодня на нашем пленарном заседании хотелось бы, чтобы каждый из участников отметил, что даст цифровизация строительной отрасли, не только как сложно ее внедрять, я уверен, что все вы знаете, как сложно внедрять и простые, казалось бы, БИМ-технологии с законодательной точки зрения, с технической точки зрения. Но давайте посмотрим на те возможности, которые может дать развитие цифровой экономики и цифровизация строительной отрасли. Кузьмин Александрович, президент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Еще раз здравствуйте. Вы знаете, мне очень запомнились слова Германа Сергеевича, который выступал перед вами. В отношении приятно, что когда руководство знает умные слова, но иногда от этого становится страшно. Я знаете, чего больше всего боюсь? Что наступит день, когда на хорошем управленческом уровне, например, будет произнесено, начиная с 1 января такого-то года, государственная экспертиза все принимать будет только в БИМе. И смотря на то, что мы с вами знаем, что даже в развитых европейских порядка 20-30 процентов, и я уверен, что эта цифра ограничена не тем, что они не могут, а просто он не везде нужен. Вот давайте возьмем с раме строительства. Возьмем, кто работает на стройках. Возьмем элементарные виды строительства. Жилой дом. Двухэтажный, пятиэтажный, девятиэтажный, семнадцатыйэтажный, двадцатидвухэтажный. Что нам с вами 2D не хватает? А теперь представим прораба, а потом представим тех, кем командует прораб, и представим 3D. Да, когда космический корабль с миллионом проводов, я понимаю. Да, когда мы перекрываем новый стадион, я понимаю, конструктивно. Я понимаю некоторые объекты атомной энергетики, которые ничем не отличаются от самолета или космического корабля. Мы работаем на атомных станциях. Но когда мы говорим о 15 видах сетей в любом жилом доме, от двух этажей до 17, причем большинство из них, если любить жителей, должны проходить или в стояках, или в крабах, дорогие друзья, 5 сантиметров от пола, да, и так далее. Поэтому мне очень важно, чтобы новые технологии применялись там, где это нужно, где они помогают. Они были просто бы красивыми 3D-шными картинками для заказчика. Причем сейчас уже наблюдается интересная вещь. Когда архитекторы работали в БИМе. Именно с опорой такой. Две проекции. Четкие. А то, что собирается вместе, скорее картинка. Штрафные санкции от заказчика. Потому что не совпало одно с другим. Не совпало то, что в плоскостях, и то, что появилось на картине. Поэтому я еще раз хочу сказать, мы должны акцентироваться там, где надо. и очень четко понимать одно. Цифра – это помощник. То, что Герман Сергеевич остановился на таксистах, это предыдущий разговор, который у нас с ним произошел в кулуарах. Давайте я два слова про это говорю. Кто такой был таксист советского времени? Гарант на жизнь с вами безопасности. Гарант на жизнь с вами безопасности. Плюс экскурсовод. Я не помню аварий с таксистами. Они могли устроить аварию. Но сами уходили небитые. Посмотрите просто на улицах Москвы. Каждая вторая авария с таксистами. Но бог с ними таксистами. Бог с ними. А если это будет потом с врачами? А если это будет с нами, с архитекторами? Мы должны четко понимать, где у нас мозги и для чего нам нужны цифры. Я преподаю в Московском архитектурном институте и веду два курса. Вернее, два года магистров. Ко мне приходят бакалавры, я делаю их министры. Извините, может быть, потому что я седой. Может быть, я не из вашего поколения. Но первый год у меня дети компьютером пользуются только как для написания рефератов. Рисуют они у меня рукой. Потому что рука тоже имеет память. И когда ты охватываешь большую плоскость города или объекта, ты выстраиваешь душой эту линию. Ты рассматриваешь, понимаете? Ты страдаешь. Потом это элементарно переносится в цифру. Но потом. А когда дети начинают с кубиков с компьютера складывать и брать типовые уже типовые, с хорошим набором капители, колонны, ну, все дети в детстве играют в кубики. Но не все становятся архитекторами. Поэтому первое мое обращение к вам. Не забывайте о своем призвании. Я представляю Российскую Академию архитектуры строительных наук. Знаете, что меня очень волнует? У нас есть хорошая молодежь, которая приходит к нам на наши мероприятия. Мероприятий у нас очень много. И по истории архитектуры, по современной архитектуре, по строительным конструкциям, и по... Вот слово хорошее, Геннадий Сергеевич, многолетние мерзлые грунты. Я уже выучил. Но мало молодежи. Я знаю четко, они приходят к нам, они приходят за знаниями. Для получения бывшей... Для того, чтобы стать быстро популярным и научиться быть главным архитектором миллионника за два месяца, если ты не к нам. Мы не обманываем молодежь. Мы им говорим одно. В нашей профессии важно ученичество. И если ты не прошел определенный цикл, ты потом очень пострадаешь. А главное, что пострадают те люди, для кого ты спроектировал жилой дом, даже дачу, или, например, садовый участок, где вода течет под фундамент здания. Поэтому я хотел бы обратить внимание в ваших выступлениях на одно. Подответьте мне. Большой театр был построен, когда была только логарифмическая линейка. У нас много есть жилых районов, которые были построены при помощи компьютера. Что вас берет завтра? Ну, будет БИМ. Но его надо жениться ГИСом. Иначе БИМа в градостроительстве не будет. Это тоже тема очень серьезная, на которую я просил бы вас тоже оставиться и посмотреть. Я прошу прощения, у меня сегодня магистры защищаются. И я через некоторое время должен вас просто покинуть. Крое маленьких таких волнуется. Без профессора им будет тяжело. Александр Ильич, благодарю вас. Для тех, кто не знает, Александр Ильич не просто возглавляет Российскую Академию Архитектуры и Строительных наук, но наидолгое время был главным архитектором города Москвы и вручную знает, что такое и цифровизация, и просто строительная деятельность в целом. Я бы хотел отметить, что Фонд развития цифровой экономики проводит все мероприятия по цифровизации всегда с ключевым министерством и с ключевыми игроками рынка. И это мероприятие не могло бы состояться без участия и личного, и как института Минстроя Российской Федерации, университета Минстроя Российской Федерации и НИСФРАСН, который тщательно помогал в отборе спикеров, в подборе всех тем, и, собственно, в том, чтобы прочувствовать цифровизацию строительной отрасли в каждом ее аспекте. Поэтому я хочу передать модераторство этой строительной части Бачурины Светланы Смойлой, которая как раз представляет строительную отрасль. Спасибо огромное. И я, конечно же, прежде всего приветствую и благодарю за такую организацию. Александр Викторович, вас лично, потому что вы у нас тот самый, как говорится, кто смог уже тогда поженить и тот самый инструмент. Сегодня это цифровые технологии. А, как говорится, и вот тот самый функциональный блок, которому сейчас будет посвящена наша пленарка. И не случайно, потому что называется наше мероприятие градостроительство. Строительство – это небольшой кусочек во всей этой деятельности. И в законодательство сегодня внесены очень интересные моменты, но мы до конца их не осмыслили. И, наверное, в этом наша беда. Потому что говорить об эффективной, извините, цифровизации, уж автоматизация в строительной отрасли имеет колоссальную историю. Это можно отдельно обсуждать. А я сейчас говорю именно о том, что сегодня для того, чтобы быть эффективным, эффективным управленцем, организовать эффективным образом свою деятельность предпринимательскую, а мы с вами уже в рынке, мы должны хорошо понимать, где качество, где как раз те самые, как сказать, минимизации сдержек, и как нам цифровизация может обеспечить и ту самую безопасность, и выбор экономически грамотного решения по этому понятию инвестиционной деятельности, деятельности по комплексному и устойчивому развитию сегодня уже в нашем законодательстве. И хотя мы считаем, что градостроительный кодекс это у нас базовый закон, но я вам докажу, что он не один, он в комплексе, нужно, как теперь говорит цифровое сообщество, коллаборация этих законов. Поэтому, друзья, у нас тема такая, была выбрана вопросом организаторами, они очень важны. Это стратегия, ключевое слово, инновационного развития строительной отрасли, да, и, наверное, те самые технологии, о которых мы будем сегодня говорить, это и есть один из инструментов, то направление, которое нам поможет сделать этот прорыв. Второй момент, это, конечно же, опыт. И вы же понимаете, вы все системщики наверняка, понимаете, не понимая, что есть, никогда не поймешь, куда надо. Любой, как говорится, анализ всегда это докажет. Вот, и мы попросили и Москву, и Московскую область поделиться. И именно вектор градостроительства, где комплекс понимания всех отраслей, где, извините, территория, есть тот самый предмет управления, на котором действительно должна быть создана та самая среда, о которой нам сегодня все задачи были поставлены президентом. Вот. Ну, и, конечно же, внедрение информационного моделирования, как процесса, так и результата процесса, чтобы мы могли идти по вот такой сквозной, как теперь мы говорим, организовать блокчейн в нашей деятельности. На каких этапах, как мы это сможем сделать? Сегодня приглашены очень высокие специалисты, как со стороны IT, так и со стороны, можно я скажу, функциональных заказчиков той самой продукции и создания той самой инфраструктуры, чтобы мы могли до революции промышленности 4.0 уже начинать действовать. Мы в нее входим, в эту среду. Поэтому у нас следующее выступление. Мы попросим, мы обязательно в своем выступлении о некоторых аспектах нашей вот той самой в нашей инновационной политике в развитии строительной отрасли я остановлюсь позже. А сейчас у нас с вами два блока. Первый – это как раз практика и законодательный аспект, а второй блок – это уже использование цифровых технологий. Но как пленарное заседание мы ставим вопросы. Я думаю, ответы мы будем получать на наших круглых столах. во многом. Более того, к концу обязательно, если есть вопросы, формулируйте. И мы, как говорится, постараемся некоторую дискуссию и обсуждение. Вот, я думаю, как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...